Добрый вечер, уважаемые коллеги! Напишите, пожалуйста, в чате, как у нас дела со звуком и с видео. Плюсики ставят, хорошо, значит, слышно. Все окей, все хорошо, слышно. Вижу, коллеги. Значит, приступим к работе. Правда, не успела я почитать, к сожалению, откуда у нас сегодня слушатели. Напишите мне в чате, пожалуйста. Уфа, Ковров, Братск, Липецк, Екатеринбург, Москва, Барнаул, Североуральск, Ивановская область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Ростов, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Нововоронеж, Воронежская область, Сургут, много у нас сегодня отовсюду мы собрались, это очень хорошо. Комсомольск-на-Амуре, вот, да. Томская область, Омск, Санкт-Петербург, коллеги, прям даже видите, по нескольку человек сразу из одного города, может быть, еще и друг друга кто-то знает. Мы сегодня с вами поговорим о формировании универсальных учебных действий и информационной компетенции в начальной школе через обучение чтению в курсе headenglish.ru Поговорим мы не о том, как научить ребенка читать, а говорить мы будем уже о самом процессе чтения, о чтении как о восприятии письменного текста. И прежде чем, собственно, перейти к самому процессу чтения, то так как у нас заявлено в теме, опять, универсальные учебные действия, да, все именами любимые, мы начнем, конечно же, с них. Потому что они являются неотъемлемой частью ядра федерального государственного образовательного стандарта. Судить об образовательном результате следует по сформированности универсальных учебных действий. То есть, если они успешно формируются, значит, процесс развития личности идет. И, соответственно, достигаются цели образования. Давайте рассмотрим сам термин универсальные учебные действия. Его рассматривают в широком значении и в узком значении. Так, в широком значении он обозначает способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком значении универсальные учебные действия – это совокупность усвоения и приобретения новой информации. фактов, закономерностей, законов, формирования умений, в том числе и умений по организации учебного процесса. То есть, мы видим, что в основном означает это все то же самое умение учиться, но более глобальное, если размышлять, как раз широкое значение. И мы сегодня, по сути, будем говорить как раз о чтении и УД, как они связаны с информационной компетентностью конкретно в широком значении. То есть, как ребенок с помощью чтения, с помощью того, как он будет достигать и реализовывать... То, что перед нами стоит в ГОСТ, в том числе и универсальные учебные действия у него будут формироваться, и как он с помощью этого всего будет реализовывать себя через чтение. Вот сразу же вопрос, как их сформированность проверить, есть ли измерительные материалы. Вы знаете, измерительных материалов нет, они разрабатываются, они все еще разрабатываются. Я думаю, что как только их разработают, мы о них тут же сразу все узнаем и просмотрим это на одном из вебинаров. Самое главное, что мы сегодня говорим с вами о том, что мы можем проверить, да, ведь мы можем с вами проверить, как ребенок читает, как он работает с текстом. Это я все отвечаю на тот же самый вопрос. Поэтому мы с вами можем проверять, например, сформированность универсальных учебных действий через наш предмет. То есть, например, через то, как ребенок освоил чтение, например, в данном случае, да, в нашем случае, это письменного текста. Ну и хорошо, значит, никто не сможет доказать, что УДУ у кого-то недостаточно сформировано. Это, знаете, как раз-таки доказать он это сможет, потому что здесь две стадии. Либо универсальные учебные действия сформированы, либо они не сформированы. Мы не говорим ничего о контроле. Мы говорим о мониторинге. А мы посмотрим, что есть такие программы международные, рассмотрим сейчас все это с вами. То есть, учащихся мы смотрим, либо у них это сформировано универсальное учебное действие, он может ориентироваться как в учебном пространстве, так и готов к жизни в обществе, то есть в социуме. И если ребенок, как мы видим, мы это, конечно, мы видим, что он не может, например, работать с текстом, он не умеет читать и извлекать информацию. То есть, как он будет жить в социуме? Он не может найти, например, в меню кафе какое-то блюдо, которое он хочет найти. Или он не может найти в программе телепередачи какой-то там свой любимый мультик. Пожалуйста, да, то есть он в социуме жить нормально не может. То есть, соответственно, у него не сформированы универсальные учебные действия. Так что вот как раз я на ваш вопрос, Ирина Михайловна, постаралась ответить. То есть здесь у нас две... Либо сформированы, либо они не сформированы. И мы с вами говорим о предмете иностранный язык. И так как у нашего предмета нет своего конкретного предмета речи, то мы можем проверять как раз сформированность, например, универсальных учебных действий на базе, скажем, чтения. О чем мы сегодня с вами и поговорим. Какие же есть функции, какие несут функции универсальные учебные действия? В первую очередь, это создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному процессу образования и совершенствования. Во вторую очередь, это обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений и компетентности в любой предметной деятельности. Сделала упор на слово «любая предметная деятельность», потому что мы помним о том, что универсальные учебные действия, они относятся к любому предмету. То есть это такая предметная программа у нас, формирование универсальных учебных действий. Обеспечение возможности самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения цели, контролировать и оценивать результаты деятельности. То есть вот они перед вами три основных функции универсальных учебных действий. Какие же есть условия для реализации универсальных учебных действий? Это, конечно, активность учащихся, чтобы они проявляли интерес к изучению, а в данном случае у нас иностранного языка. То, что знания добываются обучающимся самостоятельно, то есть у нас ребенок учится учиться, соответственно, он должен сам добывать знания. В нашем случае, например, из текстов, которые он читает, или из того, что он прослушал. Итак, они добываются в рамках познавательной и исследовательской деятельности. То есть либо это какие-то задания на уроки из учебников, либо это проекты и исследовательская деятельность, то есть то, что выходит за рамки урока, за рамки учебника. Конечно же, сюда входит и использование КТ. Мы сегодня посмотрим интересный пример из hopping.ru. В том числе и из учебника, и из обучающих поведенных программ. Партнерство, содействие, соотворчество между субъектами образовательного процесса. Переход от репродуктивного обучения как презентации системы знаний к работе над вопросами с погружениями в реальную практическую сторону жизни. Вот они условия для реализации универсальных учебных действий. На какие же вопросы сможет ответить ученик, у которого универсальное учебное действие сформировано. То есть мы возвращаемся каждый раз все к тому же, к тому, как доказать, что у ребенка универсальное учебное действие сформировано. Он должен уметь задать себе вопросы, следующие, которые мы сейчас увидим с вами на слайде, и уметь дать на них ответ. Для чего я это делаю? Что именно делаю? И в каком порядке? Каким образом я это делаю? Верным ли путем я двигаюсь? Как я оцениваю то, что я сделал? Как я оцениваю то, как я это сделал? Какие новые задачи встают передо мной? Вот если ребенок у нас может ответить на данные вопросы, значит, у него хороший уровень сформирования универсальных учебных действий. Наталья Михайлович тоже комментирует, что самое главное, чтобы их развивали, то есть чтобы формировали эти действия. Соответственно, если у нас ребенок может сам себе задать вопрос, например, при выполнении того или иного задания в учебнике, либо проектной деятельности, то есть правильным путем я двигаюсь в своем исследовании. Да, я двигаюсь правильным путем. Я должен сейчас дальше сделать вот этот пункт, вот этот и вот этот. Или педагог мне говорила, что я должен... ...заглянуть вот еще на такой-то ресурс, и я должен в нем что-то найти, и я пошел и буду там это все искать. Потом он оценит то, что он, например, нашел, верно ли я все это оценил, как я это оценил, и какие еще задачи мне нужно, например, сделать, чтобы мой проект стал хорошим, выполнение проекта было качественным. Соответственно, у такого ребенка, конечно же, который будет задавать себе вопросы, ориентироваться сам на них, отвечать себе на них, универсальные учебные действия сформированы на высоком уровне. Мы говорим о чтении, об информационной компетенции. Соответственно, мы рассмотрим с вами, какие есть универсальные учебные действия, которые связаны с чтением и формированием информационной компетенции. Стоит еще оговориться, что списка универсальных учебных действий нигде не существует, они нигде не прописаны в нормативных документах. У нас прописаны во ВГОЗ три группы результатов. Это предметные, личностные и предметные. Что касается универсальных учебных действий, у нас есть программа формирования универсальных учебных действий. Ну, ее все с вами уже читали неоднократно, но там нет, конечно же, перечисления. Такого прям вот четкого-четкого, чтобы мы могли его перенести себе на свой предмет. А вот методом поиска такого тоже исследовательского могу сказать вам, что я нашла. Какие есть универсальные учебные действия, которые конкретно связаны с чтением. Это работа с информацией, представленной в разных форматах. Не имеется в виду то, что работа, например, с электронным учебником или работа с печатной книгой. Здесь подразумевается, в какой форме представлен текст. Это может быть письмо, это может быть рекламная листовка, это может быть какой-то учебный текст, рассказ, повесть и так далее. То есть биография, например, известного человека. Все это будут разные форматы. Преобразовать информацию из одного вида в другой. Например, прочитав нелинейный текст. Таблицу. Сделать из нее такой своеобразный пересказ уже с текстом. То есть мы должны когда объяснить, например, какие-то явления из таблицы. Или, например, проанализировав географическую карту, нам нужно что-то рассказать. То есть это будет информация, преобразованная из одного вида в другой. Из письменного, в данном случае, в устной. Алексей Васильевич обещает, что приведет на форуме градацию сформированности универсальных учебных действий на форуме сразу после вебинара. Так что заходите, коллеги, на форум, читайте. Составлять план текста. Определять его логическую структуру для освоения нового понятия. Причем планы текста мы составляем не только с этой целью, но и с целью пересказа. То есть с этим мы, конечно же, уже неоднократно сталкиваемся, в том числе и в начальной школе. Находить и подбирать в тексте необходимый материал. То есть ответы, например, на вопросы после текста или дотекстовые. Либо это будет заполнить какие-то пропуски и так далее. Продолжим. Определять основную тему и главную мысль текста. Когда мы с вами сталкиваемся с упражнением, у нас всегда в нем прописано задание. Целевая установка дана. Вот как раз в целевой установке у нас и прописана главная мысль того, что нам нужно найти. Того, что нам нужно сделать с текстом. С какой целью нам его нужно прочитать. Соответственно, мы понимаем. У нас поисковое чтение. У нас чтение с пониманием основного содержания и так далее. Выявлять закономерности событий и явлений, изложенных в тексте в явном и неявном виде. Здесь мы, конечно же, развиваем у учащихся прогнозирование. То есть, когда что-то в тексте сказано не напрямую, но ребенок об этом понимает. И проводит какую-то аналогию и может ответить на определенные вопросы. Даже когда... ...не представлено в явном открытом виде в тексте. Может быть, ему какие-то иллюстрации помогают, чтобы эта информация сложилась у него до конца. Пазл такой. Составлять план освоения нового понятия на основе текста. Я думаю, здесь пояснения не требуется. Организовывать поиск информации для стяжения поставленной цели. Это перекликается с определением основной темы, главной мысли, с поиском информации для ответа на вопросы. И формулировать и обосновывать свою точку зрения на основе текста и собственного опыта. Это как раз то, о чем мы говорим, что универсальные учебные действия необходимы для того, чтобы ребенок хорошо себя ощущал в социуме. Есть два международных исследования. У нас сейчас такой заголовок громкий. Международные исследования. Два международных исследования, которые направлены на изучение того, как школьники умеют читать. Это первый Progress in International Reading Literacy Study. То есть это у нас проект, который изучает уровень того, как учащиеся читают. В том числе сюда входит и качество, и любят или не любят читать, когда читают, что предпочтительнее читают и так далее. То есть все, что связано вообще с чтением, вплоть до опросников для воспитателей, родителей, учителей, самого ребенка. То есть все это входит в этот проект. И второй проект – это Program for International Student Assessment. PISA. То есть здесь у нас он отличается уже значительно от первого проекта, который направлен только на чтение. В втором проекте, то есть в проекте, который посвящен международной программе оценки, здесь оценивается не только умение чтения, но и умение в математике, математических сферах, и, естественно, научной сфере. То есть здесь уже такой экзамен, я вам сейчас скажу, чем он отличается. Он отличается тем, что в первом экзамене в Перлс учащиеся контролируют у них, когда только проверяют чтение, а во втором экзамене у них проверяется то, как они это чтение могут использовать в жизни, в обществе. То есть здесь у нас именно поэтому включены еще сразу и задания на математику, и задания из, естественно, цикла, то есть, например, биология и география при родоведении в начальной школе. Например, учащийся ребенок вместе с родителями переезжает на постоянное место жительства в страны изучаемого языка. Ну, допустим, пускай это будет, я не знаю, Канада или США, да? Придя в школу, в ту школу, учащемуся придется все равно столкнуться, конечно же, с математикой. Такой экзамен покажет еще здесь, в России, как этот ребенок может, да, как он хорошо знает математику, например, да, может не справляться с ней. Его уровень выявляется. В связи с научными предметами то же самое, с чтением, да, как он сможет в кафе помочь родителям заказать какую-то еду, сможет ли он понять по, допустим, объявлению или по листовке какой-то, которую ему на улице вручат, да, куда прийти на концерт, во сколько он начнется и так далее. Вот такова разница между этими двумя программами. Как же эти две программы подразумевают, что они подразумевают под чтением? В первом экзамене, как раз, да, направленном на чтение, это способность понимать письменный язык, правила которого приняты в обществе, и пользоваться им. Юные читатели понимают значение разнообразных текстов и читают они для удовольствия, да, то есть здесь проверяется как раз, на удовольствие ли они читают, понимают ли они действительно разнообразные тексты, понимают ли они нормы, да, письма, которые у нас приняты в обществе и так далее. Во втором же экзамене чтения это способность понимать и размышлять над письменным текстом, пользоваться им, чтобы достичь цели, узнавать новое, развиваться, участвовать в жизни общества. То есть вот мы как раз сегодня больше смотрим под углом вот как раз второго экзамена, да, на общее такое развитие над тем, как работать над текстом. Если вам интересно, коллеги, напишите в чате, сказать вам, какие у нас у России были места за разные годы в этих двух экзаменах. Сразу коллеги пишут, конечно. Хорошо, коллеги. Значит, в первом экзамене тот, что у нас программа почти... Я писал вам, сейчас скажу. Значит, проводился он в 2001 году, в 2006 и в 2011. В 2001 году Россия заняла 16 место. В 2006 первое место, посмотрите какой скачок. В 2011 второе место. Но несмотря на то, что уступила Россия, да, так сказать, с 2006 по 2011 год, да, одно место, если я не ошибаюсь, то финнам, но тем не менее, для самих себя, то есть по сравнению к качеству показателей, то есть по среднему баллу, у нас учащиеся, наоборот, свой уровень каждый раз повышали. То есть вот обратите на это внимание. И по второму экзамену, по тому, как раз, которое, по участию в жизни общества, да, насколько наши учащиеся на это способны. В 2000 году мы были 27-е, в 2003-м 30-е, в 2006-м 36-е, в 2009-м 42-е. То есть здесь можно, конечно, сказать, что уже не так хорошо, не такие у нас хорошие результаты, да, то есть в отличие от того, что проверяется только чтение или чтение еще и математика, и, естественно, научный цикл, но могу вам сказать, что с математикой, с естественно-научным циклом они отправляются чуть лучше, чем с работой с текстом, с письменным. То есть выполнять задания, особенно, например, с развернутым вариантом ответа, а в каждом из этих экзаменов есть по 5 уровней, то есть это многоуровни. Это почему не экзамен, это программа, да? Вот в каждой из этих программ есть по 5 уровней. Вот чтобы добраться до 5 уровня, нужно давать развернутые, хорошие, грамотные ответы на как раз-таки задания с развернутым ответом, то есть не тестовые. А вот если здесь справиться только с тестовыми, то есть вот как у нас наши школьники, да, когда они вот где-то в районе... 30-х, 40-х мест каждый раз находятся. Коллеги, я не буду врать, кто и где его сдает, я знаю, что, если я ошибаюсь, то пишут его в Москве. Можно почитать о них поподробнее на сайте, сейчас скажу, МЦКО, то есть Центра Московского. Вот можете там зайти, почитать, там есть подробные отчеты, как раз анализ, то есть почему наши учащиеся такие результаты показывали, почему сейчас такие результаты показывают. Но тем не менее прогресс есть в том, что наши учащиеся по сравнению с самими собой, да, каждый раз свой результат немножечко, но улучшают. То есть я думаю, что это неплохо. Тем не менее анализ итогов этих двух программ по различным странам показывает, что необходимо использовать чтение как средство извлечения информации до полноценного функционирования в обществе. То есть нужны, конечно же, программы для мониторинга чтения в школе. Но по сути дела, да, эта программа, но не только мониторинга чтения, да, обратите внимание, что по чтению это PIRLS, первая программа, а вторая программа, она уже общая. Там есть и математика, и есть и основной научный цикл, но тем не менее там и задания на чтение тоже есть. Мы как раз и говорим, да, о том, что и как чтение используется как средство. Вот давайте посмотрим с вами на примеры. Первый пример из happyenglish.org для второго класса. Что у нас здесь за текст? Текст, во-первых, да, это не рассказ, это песня. Это уже другой формат, это очень хорошо. Посмотрите, они помимо того, что читают текст песенки, после этого они выполняют упражнения. Десятое в данном случае меня интересует, на какой из этих картинок изображен герой песни. Почему? В упражнении сразу поставлены два вопроса. Первый вопрос у нас направлен конкретно на прочитанный нами письменный текст. И это как раз очень хорошо. Мы смотрим, насколько глубоко ребенок читался, насколько глубоко ребенок понял. Потому что сначала он занят тем, что он изучает данную песню, потом он проверяет и повторяет эту песенку за Мартином, поет эту песню, и потом ему задают такой вопрос, то есть помнит ли он. Согласитесь, это немножко схоже с тем, что у нас начальные школеры проверяют на русском языке технику чтения, когда ребеночек очень быстро-быстро пытается что-то прочитать, а потом ему спрашивают, а о чем же ты прочитал? Я думаю, что вы с таким очень часто сталкивались, и бывают дети, говорят просто, что я очень быстро и хорошо читал, и без ошибок, но вообще не помню, о чем прочел. Здесь же вдумчивое чтение песни, разучивание ее, а потом идет вот такое вот упражнение, где нужно все-таки правильно указать. Из трех картинок как раз относятся к этой песне. Затем у нас второй вопрос. Почему? Вопрос на размышления, на прогнозирование, то есть для развития как раз фантазии ребенка. Вот, пишет коллега Наталья Алексеевна. Два года назад ученики нашей школы участвовали в тестировании PISA и показали высокий результат. Вот видите, вот очень хорошо. Главное, чтобы еще по всей России тоже был общий результат, был бы очень совсем хорошим. Третий класс, happyenglish.ru. Давайте из него посмотрим примеры, здесь их будет побольше. Потому что в основном, я сразу обладаю, может быть, у вас возникает вопрос, почему у второго класса так мало примеров. Я взяла тот самый яркий, который ей понравился. И в основном первая часть учебника, конечно же, настроена на то, чтобы научить ребенка читать. А мы говорим о том, как-то уж ребенок умеет читать. Уроки 36-37. Посмотрите, это странички 14-15. Нас интересует страничка 15. Я поэтому немножечко приближу. Прочитай, что рассказали Ане новые и старые знакомые. Даны у нас тексты. Для третиклассника очень хорошее такое наполнение текстов. Он с ними ознакомился. И в шестом упражнении он отвечает на вопросы. Посмотрите нас после текстового вопроса. Вот такого типа упражнения. Мы о них сегодня говорили. Как они участвуют в формировании универсальных учебных действий. Еще пример. 37-38 страничка. 44-й урок. Давайте приближу вам. Хотя сначала посмотрим лучше на весь разворот. Хотя это у нас не разворот. Тут раз, две странички. Но тем не менее я их рядышком поставила. Аня и Седрик у нас решили утолить голод. Немножко подкрепиться. Седрик научил Аню нескольким словам, связанных с едой. И после этого они как раз пришли в кафе, выбирают еду. И вот нам нужно по заданию упражнения 5 прочитать разговор Ани и Ворона. И закончить предложение. Посмотрите, предложения даны до текста. Далее у нас дан текст. Причем не в текстовом формате. Это не рассказ. Это не повествование. У нас дан диалог. Тоже другой формат. Другой вид текста. Учащие сочетают данный диалог. Могут они здесь и подсказку данной картинки. Особенно посмотрите на 38-й страничке. Здесь и с едой есть все нарисовано красиво. Прямо целое меню. И после этого они заканчивают данные им предложения до прочтения этого диалога. Еще один пример. Вот на нем мы задержимся им подольше. Потому что я думаю, что просто меня слушать устали. Надо самим что-нибудь поделать. Упражнение 2. Седрик оставил Ани записку, как его найти. Но она зашифрована. Что сделал Ворон? Он каждую букву заменил то, которое следует в алфавите. За то, что нужно. Вместо A написал B. Вместо O.P. И так далее. Давайте мы с вами тоже сейчас немножечко отдохнем. И попробуем прочитать записку. Что же нам Ворон написал. Как вы думаете? Давайте мы расшифруем. И у нас здесь еще есть вопрос. Я вам сразу скажу, что нам нужно ответить по третьему упражнению. Посмотрите в рабочей тетради. Мы с вами сейчас в чате вместо рабочей тетради запишем. Еще и ответим на вопрос. Кто же ждет Аню вместе с Седриком? У нас есть уже первая строчка. Валентина Корабельникова написала high-end. Да, вот это верно. А вторая строчка. Интересно, что же там написано? High-end в первой строчке. Мы же с вами еще можем расшифровывать по началу слов. Ребята, нам скорее придется каждую букву. Welcome to London. Правильно. У нас третья осталась строка. Причем третья и четвертая строка. Посмотрите, два слова первых. Они одинаковые. Hi, Ann. Welcome to London. И осталось две строчки. В первых двух нет ответа на то, кто ждет Аню вместе с Седриком. I'm in a tree. Ксения написала. Правильно. Но у нас осталось последнее. Там тоже первые будут два слова, соответственно, I am. I'm in a tree. Значит, hi, Ann. Welcome to London. I'm in a tree. I'm with... Только буквки перепутали. Robinson, да, у нас здесь наоборот будет. I'm with Robinson. Я с Робинзоном, да. Значит, Седрик вместе... Да, правильно. Да. Значит, Седрик вместе с попугаем Робинзоном ждут Аню, да. Прекрасно. Вот мы с вами тоже немножечко отвлеклись, да, посмотрели. Обратите внимание. Универсальное учебное действие формируется. Здесь у нас развивается и... Помимо того, что мы алфавит повторяем между делом, да, здесь у нас и логика, и догадка, и мышление, и... Ищут они, кто же вместе с Аней... Ждет Аню вместе с Седриком. И письмо унесить, потому что они это все записывают в тетрадку. Все в одном, да, и при этом они, конечно же, читают. Следующий пример. 83-84 страничка. Тоже здесь очень интересное такое упражнение. Четвертое. Нам нужно прочитать описание Моргана и сказать, на каком из старинных портретов она изображена. Как вы думаете, коллеги, а чем меня вот так заинтересовало это упражнение? Исходя из текста. Нет догадок. Утром в чате догадки были. Вот есть. Татьяна, написание личного письма. Здесь не совсем такое письмо. Здесь у них потерялась Моргана, и нужно ее найти. Это мы из письма с вами видим, да? Моргана из лост. Описание внешности. Интересно, но мои ученики не читают, видят, так как видели изображение ее раньше. Прогнозирование. По описанию надо найти. Внешность здесь описывается. Да, это все относится к тому, что чтение с полным пониманием. Догадка. Сколько хороших, правильных ответов в чате. Молодцы, коллеги. А еще относительно самого текста, самого формата. Вот к чему бы он нам очень сильно пригодился в жизни, например. Вот к чему как раз нужно такой текст все-таки читать, а не просто наугад, где у нас Моргана есть. Сразу сказать, что она вторая, да? Объявление, да. Тамара Валентиновна пишет как раз очень правильный ответ. Тот, что я от вас вот как раз ждала. Это объявление, да, о пропаже человека. То есть, например, если кто-то что-то где-то потерял, да? В социуме он в таком случае, столкнувшись с такой же проблемой, может по аналогии, пожалуйста, составить такое объявление. Оно будет четкое, да, не на деревне дедушки куда-то, да, а конкретно с описанием, что сколько приблизительно лет потерявшемуся, как он выглядит, какого цвета волоса, высокий или низкого роста и так далее, да? И причем, обратите внимание, что на следующей странице, на 84-й, мы сначала отвечаем на вопросы, а затем в 6-м упражнении мы описываем одну из трех оставшихся ведьм. То есть, вот, пожалуйста, они тренируют умение описывать уже даже в этом упражнении. Посмотрим на примеры из happyenglish.ru для 4-го класса. Страница 40-41. Я говорила, что будет интересный пример про ИКТ. Я имела в виду как раз вот это упражнение. Линк учит Морга на работе с компьютером. Нам нужно прочитать разговор и сказать, о каких окнах и какой мыши говорит Линк. То есть, здесь, конечно же, и ввод лексики КТ, да, здесь и компьютер, и мышь, и окна, и увеличь, и уменьши, и mailbox мы здесь видим, и email. То есть, все-все здесь это есть. Маргана, конечно, этого ничего не понимает, да, не учит бедную мышку, которая она и окно ей открывает, и берет она ее вместо компьютерной, да, и дальше она вообще все делает с помощью волшебства, потому что она не понимает, как это можно сделать на компьютере. Так что все, что удалось сделать в Маргане, это осилить компьютер, включить его, да. Дети же, конечно, у нас к 4-му классу, тем более, вообще в компьютере замечательно ориентируются, все это знают, их это очень забавляют, но они у нас при этом узнают, как эти слова будут на английском. Все то, что они уже знали на русском, как это все будет на английском. Вот, пожалуйста, и КТ-компетенция. Еще пример. Давайте я немножечко увеличу левую страничку. Посмотри ответы одноклассников Ани, и постарайся догадаться, кто о чем рассказал. Нам даны 6 человек, и 6 рассказов о определенной какой-то еде, да. Нужно соотнести того человека с рассказом. Опять же здесь и с чтением. Чтение у нас дается с определенной целью. Более того, после того, как они все это прочитали, сайт внесли, нам нужно в следующем упражнении, в 6-м же упражнении, да, посмотрите, прочитать ответы ребят и ответ на вопросы. То есть еще и после текста вопрос у нас тоже есть. Вот такая глобальная работа с текстом на чтение. 46-я страничка, 5-е упражнение. Прочитай рассказ о Моргане и вставь в текст эти слова и выражения. Я говорил как раз, что и в том числе заполнение пропусков, тоже как универсальные учебные действия в рамках чтения, и формирование информационной компетенции. Посмотрите, есть текст, есть что нужно вставить в пропуске, но чтобы узнать, куда что нужно вставить, нужно, конечно же, внимательно читать текст. Мы с вами знаем, что учащиеся очень часто бывают, ставят что-то наугад, что-то немножечко недопоняли. Вот чтобы их научить, правильные места, правильно что-то расставлять, и когда мы их этому научим, соответственно, мы сформируем на них универсальное учебное действие. 61-62 страничка. Прочитайте разговор Моргана и ее учеников по ролям. После этого у нас есть сразу несколько заданий. Тоже все на чтение, на этот же самый диалог. Найди и прочитай в тексте упражнения 3 предложения, в которых предсказываются будущие события. Здесь у нас, посмотрите, и грамматика, и прогнозирование. Пятое. Напиши, что скоро случится с Лингом и Ким прогнозирование. И в шестом. Ответь на вопросы. То есть и после текстовый вопрос здесь тоже есть. Еще пример проект «На мир». 6-67 страничка. Мы читаем разговор учеников с Морганой и отвечаем на поставленные после текстовые вопросы. 72-73 страницы. Здесь такое задание немножечко с заковыркой. Нам нужно представить, что ты один из учеников Морганы. И нужно спросить Моргана, будете ли вы посещать те или иные места. Нам даны на выбор достопримечательности. Даны их картинки обязательно, чтобы ориентироваться. Зачем это делается? Для того, чтобы в следующем задании прочитать уже разговор Морганы с учениками и там найти ответы на свои вопросы. И проверить, так ли ты ответил или ты ответил немножечко по-другому. А там, тем не менее, идет рассказ о том, что Моргана говорит, что им не нужна карта, что они поедут на даблдекере исследовать Лондон. Вот, пожалуйста, такое тоже замечательное упражнение. Здесь и фантазия, и прогнозирование, и потом еще и работа с текстом уже своим таким прогнозом проводится. Давайте посмотрим, например, из обучающей компьютерной программы. Внизу я выбрала вот такую, смотрите, плашечку info, что это из happyenglish.ru для 4 класса ОКП. 4 июня, 11-12 урок, второе упражнение. Что здесь у нас есть? Нам нужно прочитать диалог и кликнуть True or False. Диалоги, причем, меняются каждый раз, когда вы заново заходите в это упражнение. Я вам сейчас покажу. Вот, например, я заново вышла, зашла, да, то есть, чтобы не быть голословной. Давайте мы с вами ответим как раз, где True, где False. Сразу буду от вас ждать в чате сразу три позиции. Все-таки решили немножко по пунктам. Первое, False, согласно. Сейчас у нас очень слабо, кстати, посмотрим с вами, как это в программе я все отметила, и сверим, правильно или неправильно. Вот Ольга Садонова сразу все три прислала. False, False, True. Да, вот кто-то делает, пропуская, да, вот кто-то подряд. Да, главное, что у нас False, False, True. Да, давайте мы сверим. Вот, пожалуйста, все верно. False, False, True. Да, ну вот видите, хоть немножко тоже мы отпеклись, порешали с вами. Есть упражнения, например, да, а не на чтение, конечно же. Мы же читаем инструкцию тому, как сварить какой-то суп, например, да. Нам нужно по заданию класть ингредиенты в котел в необходимом количестве, а может быть что-то и не нужно туда класть, да. Например, у нас здесь Take some fish and put it into the pot. Нам, соответственно, нужно рыбку взять, да, и положить ее в котел. Кликнуть после этого на кнопочку Next нам будет следующая инструкция, что нужно дальше взять, и в каком количестве, и положить ее, соответственно, в котел. Давайте мы с вами сейчас посмотрим видео захваты из обучающих компьютерных программ для третьего и для четвертого класса happyenglish.ru В том числе там будет среди захватов и это упражнение. Давайте начнем с третьего класса. Нам нужно по заданию прочитать текст и кликнуть на верную картинку, то есть ту, которая описывается в данном тексте. Вот такое вот упражнение. Мы видим с вами, да, что учащиеся здесь и текст читают, и ориентируются по тексту, и выбирают правильно верную, да, соответственно, иллюстрацию. Следующий пример будет тоже из happyenglish.ru для третьего класса обучающих компьютерных программ. Он у нас на выполнении инструкции, то есть учащиеся читают инструкции, и по инструкции выбирают кисточкой необходимый цвет, и раскрашивают те или иные предметы в комнате. Играет музыка. Вот такой вот у нас был пример из третьего класса. Давайте посмотрим. ...компьютерных программ happyenglish.ru для четвертого класса. Первый мы с вами посмотрим как раз то, что мы видели на скриншоте, ингредиенты для блюда. Вот у нас как раз в том числе и был вариант с тем, что нам написано, что сахар нам класть туда не нужно. Играет музыка. если мы все ингредиенты положили правильно то у нас весь список будет высвечиваться синим цветом если какие-то ингредиенты положили неверно или какой-то лишний ингредиент который наоборот нам написали не класть соответственно та или иная строчка будет выделена красным и последний пример с вами посмотрим из хриппендель.ру до 4 класса здесь у нас по сути это тоже работа с инструкцией это чтение такого мини-текста нам нужно выбрать согласно описанию правильный тюльпан что будет если правильно выбирать тюльпаны и что будет если нажимать на неправильный клик на неправильный тюльпан то есть и и Продолжение следует... 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 Как обычно, слайд в помощь «Как получить сертификат» у вас есть Я с вами буду, коллеги, прощаться Большое вам спасибо за сегодняшний вебинар До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok